В Горсовете вновь назревает скандал. Не успели забыть июньскую историю, связанную с отставкой спикера Валерия Ревкуца и его заместителя Александра Глескова, как вновь Валерия Ревкуца попросили освободить кресло. На этот раз его однопартийцы из регионального полицовета партии «Единая Россия». Александр Глесков – один из участников тех июньских событий. Тогда он, член гражданской платформы, вместе с депутатами-единоросами подписал требование об отставке Ревкуца, а тот подписал встречное требование об отставке Глескова. Эта история закончилась ничем, и спикер и его зам остались в своих креслах. Свежему витку в развитии событий не удивлен. Действительно, ситуация патовая, которая в горсовете возникла в прошлый раз, когда прошло голосование, и оно не закончилось никакими переменами, она, конечно, имела определенный резонанс. И, наверное, это правильно, что партийные структуры высказывают свою позицию по этому вопросу. Сами представители партии, а именно члены президиума Краевого полицовета «Единой России» от комментариев отказались. Пояснили только, что в приказном порядке Ревкуца никто не снимает. Просто поддержали июньское решение своих депутатов-однопартийцев. Вопрос этот несерьезный, и вообще обсуждали его давно. Политолог Сергей Комарицын считает, что вся эта история – свидетельство политического кризиса в вертикали власти. И главная мишень – это не спикер горсовета, а мэр, кстати, тоже член президиума полицовета. Здесь сошлись интересы очень многих. И оппонентов власти, которые выступают с критикой Камшу Креевича. И вот этих закулисных людей, кукловодов из окружения губернатора, которые, на мой взгляд, приложили довольно руку к этому кризису. Сам Валерий Ревкуц о таком решении коллег-однопартийцев узнал лишь накануне от журналистов. Его никто так и не известил, несмотря на то, что принято оно было еще в прошлом месяце. Комментировать ничего не хочет, пока не встретится с Агбулатовым. Впрочем, в любом случае покинуть пост спикер может или по собственному желанию, или по желанию большинства депутатов. А это значит, что июньские события могут повториться. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости.